Самый простой рецепт с необитаемого острова. Решаем сразу несколько проблем одним махом. Что? Кокосовое масло против акне? Баночка райского наслаждения? Итак, оживим свою кожу! Всем привет! С вами Наталья Ноюкова и компания Аромашка. Сегодня расскажем о пользе масла кокоса для тела. Как, зачем его применять и не пересушит ли оно кожу. Не забудьте подписаться на канал и начинаем! Обычно мы не рекомендуем использовать в косметике компоненты с вашей кухни. Но кокосовое масло – тот редкий случай, когда одна и та же баночка райского наслаждения имеет массу применений – от готовки до ухода за волосами. Существуют различные механические и химические способы производства масла. Но для ухода за кожей мы рекомендуем выбирать органическое нерафинированное масло, полученное холодным отжимом. Итак, оживим свою кожу! Какие у кокосового масла полезные свойства? Вы, может быть, удивитесь, но антимикробные. Лауриновая кислота, занимающая около половины состава кокосового масла, обладает доказанными антибактериальными свойствами. Плюс каприловая кислота – тоже эффективна против бактерий и грибков. Это особенно важно для кожи, поскольку многие виды инфекций вызываются патогенами, бактериями и грибками. Например, акне или микоз, он же грибок. Нанесение кокосового масла непосредственно на кожу может предотвратить рост этих микроорганизмов. Что? Кокосовое масло против акне? Вы не ослышались. При прыщиках масло кокоса рекомендуется к применению, но, конечно, не в чистом виде. Оно используется в дозировке до 10% смеси. Не бойтесь использовать его как добавку, тем более, что в исследованиях масло кокоса доказало свою противовоспалительную активность. Так что, используя кокос, мы решаем сразу несколько проблем одним махом. Питательные свойства. Поддержание кожи напитанной помогает сохранить ее барьерную функцию, что способствует заживлению шрамов и поддерживанию общей целостности и увлажненности кожи. Это особенно актуально при атопическом дерматите, экземе, сухости. Но физиологичнее использовать кокос в сочетании с другими базами, а еще лучше в креме. Кстати о базах. В этом видео я рассказывала, как подобрать растительное масло для вашей кожи. Некоторые исследования показали, что кокосовое масло также может способствовать заживлению ран. Его антимикробные свойства предотвращают развитие инфекции. А это один из факторов риска, который усложняет заживление. Самый простой рецепт с необитаемого острова – наносить масло на влажную кожу. Один-два раза в неделю после принятия души или ванной растопите немного масла и помассируйте все тело. Еще лучше, если вы добавите кокосовое масло, эфирное масло и СО2 экстракты. Только помните, ежедневное применение чистого кокосового масла может сместить баланс жирных кислот и привести к сухости кожи. Не злоупотребляйте этим способом. Кокос часто рекомендуют использовать на море как СПФ средство. Делать этого категорически не стоит. Природный фактор защиты у масла совсем невысокий – от 4 до 8 единиц. Вы будете подвергать кожу вредному излучению. Зато после принятия солнечных ванн будут уместны антиоксидантные свойства кокоса. Только не наносите на кожу сразу, если вы обгорели, потому что кокос создает пленку и может усилить повреждения. Кокосовое масло довольно комедогенно. Если у вас жирная проблемная кожа, склонная к акне, не используйте чистое кокосовое масло в зоне декольте для верхней части спины и плечей, так как на этих участках кожи больше всего сальных желез. А теперь давайте приготовим несколько рецептов с кокосом. Масло для тела «Тропический рай» смягчает, питает, ароматизирует кожу и успокаивает эмоционально. Подходит для вечернего ухода. Чтобы его приготовить, смешиваем поочередно все компоненты. Кокосовое масло – 10 грамм, масло макадамии – 6 грамм, масло маракуи – 4 грамма, витамин Е – 0,1 грамма, эфирное масло иланг-иланга – 3 капли, эфирное масло бергамота – 4 капли и эфирное масло лимонграсса – 2 капли. Все тщательно перемешиваем, переливаем в чистый флакончик, даем смеси настояться и используем вечером после ванны или душа для расслабляющего массажа. А теперь приготовим скраб для тела с кокосом. Он мягко отшелушивает, придает гладкость и нежность коже. Скраб наносит во время приема душа, затем его необходимо смыть просто водой. Крем в этом случае не понадобится, кожа будет достаточно напитанной. Сначала нам нужно растопить кокосовое масло и отмерить 2 чайные ложки. Для удобства смывания кокосу можно добавить 1-2 чайной ложки полисарбата. Сюда же капаем 2 капли эфирного масла лидзеи и все перемешиваем. Добавляем к маслу около столовой ложки молотого кофе. Его можно добавить больше или меньше, регулируя густоту смеси на свой вкус. Вот и все, можно отправляться в душ. Отдельно обсудим применение кокоса для ухода за ножками. Кокосовое масло умеет создавать на коже защитный слой, что актуально при сухой коже и трещинах на пяточках. На ночь вотрите баттер кокоса в чистую влажную кожу ступней. Наденьте хлопковые носочки и уже утром ваши пяточки порадуют гладкостью. Для профилактики появления грибка масло кокоса можно наносить после посещения бани, сауны, бассейна и других общественных мест. В идеале добавить к нему эфирное масло чайного дерева. 1-2 капли на чайную ложку кокоса. А рецепт крема для рук ищите в статье на нашем сайте. Ссылка находится в описании под видео. Если видео было вам полезно, не забудьте поставить лайк, а в комментариях мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.